Прошедшим днем автомобилисты поздравляем нашу аудиторию, наших слушателей. Большая часть, мне кажется, жителей Владивостока имеет автомобиль, передвигается, ну или на крайний случай имеет водительское постреление. На радио Лемба завершилась автонеделя. Каждый вечер в прямом эфире шоу быстрого реагирования были новые гости и новые интересные темы. А стартовала неделя с обсуждения покупки автомобиля. Мы решили разобраться с разных сторон с этой истории, потому что сейчас, конечно, на рынке предложение превышает спрос. Представитель официального дилера Mitsubishi Motors в Приморском крае рассказал о преимуществах покупки именно нового авто. С его слов, сейчас самое лучшее время. Действует государственная программа и автомобили есть на складе. Госпрограмма поддержки – это первый автомобиль, программа трейд-ин и семейные автомобили. Это субсидия от государства на приобретение автомобиля в размере 25%, но стоимость автомобиля должна быть не более полутора миллионов рублей. Ведущие специалисты также обсудили процесс покупки автомобиля на аукционе в Японии. Стоит отметить, что пандемия на этот вид услуг не повлияла. Стало еще проще. Работаем дистанционно, подстраиваемся под клиентов. Становится это все гораздо популярнее и с технической стороны становится все гораздо проще. Представитель портала «Дром» поделилась статистикой купли-продажи автомобилей как на Дальнем Востоке, так и по всей стране. На рынке поддержанных автомобилей сейчас скачок цен произошел резкий, причем в Приморском крае это 5%, а по России это порядка 10%. Так что можно сказать, что Приморье еще легко отделалось. Не менее интересным стал эфир на тему тюнинга автомобиля. Совладелец студии бронирования и автостайлинга рассказал о том, как важно защитить свой автомобиль и сохранить заводской лаг. Сделать это можно с помощью бронирования, а виниловый стайлинг добавит автоуникальности. Единственное, на что бы я сделал акцент во Владивостоке, это на виниловый автостайлинг, потому что люди боятся, люди не понимают, что это такое, что можно изменить цвет автомобиля, нанести на него какую-то графику, дизайн, подчеркнуть свою индивидуальность. Я очень хочу, чтобы этот рынок конкретно в этом направлении здесь развивался. Один из самых популярных видов доработки своего автомобиля – обновление интерьера. Сделать салон уютнее и добавить свежести помогают мастера автоотелье. Услугами автоотелье пользуются практически все. Делается это, кто-то хочет защитить свой салон, который только купили машину, с практической точки зрения. Кто-то хочет восстановить салон у своей любимой старенькой машинки. Что касается экстерьера, то владельцы машин по-прежнему желают установить на свое авто так называемые обвесы. Наличие такого вида тюнинга – беспроигрышный вариант. С ним транспортное средство точно будет выделяться в потоке. Вообще все хотят индивидуальное, но не все готовы платить за это, потому что что-то индивидуальное – это большие затраты, большой труд. Чтобы автомобиль не доставлял хлопот, за его узлами и агрегатами нужно ухаживать. Первое и самое важное правило – вовремя менять технические жидкости. Сервисное обслуживание стало еще одной темой вечернего эфира. А раньше люди, меняя массово, меняя тормозные колодки, продавали автомобиль, добавляли 100-200 долларов, покупали новый. Сейчас с увеличением курса доллара и стоимости запчастей это уже невыгодно. И выгоднее ремонтировать автомобиль и поддерживать его в более исправном техническом состоянии. Сейчас в техническом плане автомобили стали сложнее. Привычный двигатель внутреннего сгорания вытесняет гибридная установка. Наш регион является крупнейшим регионом по количеству гибридных и электрических автомобилей. Поэтому такие сервисы, как гибрид, сервис, он необходим. Много современных тенденций приходят в наш край из центральных регионов. Однако в автомобильной тематике Приморье остается самобытной точкой на карте. Отличается чем? Автомобилями. У нас более японский рынок, а так в принципе с сервисом самим и всем остальным не отличается. В конце автонедели ведущие эксперты поговорили на такие темы, как автоклубы. Для чего они нужны и зачем в них вступают. И насколько развит в Приморье автоспорт. На частоте 102,7 FM есть что обсудить, есть что послушать. Алина Черненко, Юлия Рогоцкая, Игорь Болтов, Станислав Лазебный, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.